Кто из нас не хотел бы иметь себе помощника? Послушного, сговорчивого и неустающего. Шестиклассник Ваня Сазонов решил не тратить время на мечты, а взять дело в свои руки. Он смастерил вот такого робота-манипулятора. Если, например, вам ленит идти на кухню за чашкой чая, он с радостью сделает это за вас. Ваня, правда, преследует более полезные цели, он заботится о человеческой безопасности. В реальной жизни он может переносить всякие грузы, захватывать банки, ядовитые грузы, радиоактивные, которые вредят человеку. Также он может работать на местности, где радиация или задымление очень сильное, где человек чисто физически не может работать. Есть здесь 3D-принтер, эмиратер Тесла, одним прикосновением заживающей лампы, и даже банановый синтезатор. А вы, Киша, сыграть могли бы? Одно из самых ярких зрелищ – гонка с препятствиями для квадрокоптеров. Ну и, конечно, игры разума. Кстати, в буквальном смысле. На головы дуэлянтов надевают ободки с датчиками, которые считывают биотоки и преобразуют их в силовое поле. Шарик движется в сторону слабейшего. Я тоже решила проверить, сильна ли журналистская мысль, так же, как журналистское слово. Мы делаем только прикладные разработки. Даже если мы работаем с фундаментальными исследованиями, то, как правило, они находят свое применение в дальнейшем в прикладных проектах. И эти прикладные проекты, они реализуются на территории нашего региона и на территории Российской Федерации. Начиная от спутников и роботов и заканчивая новыми системами управления и менеджмента качества. Ежегодно коллектив курских изобретателей пополняется, причем юными кадрами. А это значит, не сегодня, а завтра новая робототехническая эра настигнет каждого из нас. Анна Пикулина, Алексей Еременко, Телеканал СИН.